всем привет наши дорогие у нас раннее утро и мы выезжаем в мфц там мы будем встречаться бывшим владельцем дома светланы сергеем саша уже завел машину светочка села в машину едем мы туда потому что сергей до сих пор не снял обременение но надеюсь что сегодня они приедут и все пройдет а потом мы поедем на дом решать все вопросы все мы дальше будем вам снимать показывать как бы продвигаться наши дела саша выехал вам желаем отличного настроения всего самого наилучшего отличного дня оставайтесь с нами смотрите какой у нас сегодня будет день и чем мы будем заниматься сейчас водички принесут нам с собой то я забыла взять и будем уже выезжать но остальное я вам буду снимать и все уже рассказывать и показывать припарковали вы машину неподалеку там все потому что сегодня суббота и ну как рынок работает и мест вообще практически нет все заставлю поэтому мы машину там оставили потихонечку идем в мфц сейчас до девяти часов до десяти часов мы решим пока свои вопросы а потом уже подъедет в 10 сергей да и все документы надеемся что ничего не изменится и все пойдет по плану как договорились светочка он там идет у нас всем привет масса саша идет впереди машине со светой забыли фананки возвращаться уже не стали на улице очень сильно жарко все везде заставлено как дела нормально свет скоро вызовут детский уголочек здесь такой вот света пошла получать документы уже вызвали а я вам покажу саша отойди в сторону перепутала вот какой юный работник в мфц вот у нас такие же время уже как бы подходит на ждем насчет и краснодарской а вот такой большой мы по сравнению очень дюймовочки свет иди сергей же пошел иди я пакет посмотрю сергей нам привез все документы выдаст мфц и все вам расскажу вышли мы с мфц пошли уже в машину пробыли приедем домой я вам расскажу и все покажу как у нас все прошло сергей на дом не поедет подожди весь угрожает по счетчику все хорошо но я приедем домой я вам все подробно расскажу и покажу потому что ветер шумит и будет плохо слышно в сумке поставать возвращаемся мы с мфц и тут увидела вот так написано свалка мусора запрещена штраф 1000 рублей и посмотрите что здесь где написано нельзя там люди делают можно где написано Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ехали мы домой, пообедали, Каролиночку приготовили ко сну, она уже легла на дневной сон, ребятишки тоже все покушали, Света, Оля с ребятишками пошли на дом. Мы остались пока дома свои дела сделать по поводу... В общем, вчера с Сергеем вечером мы еще раз созвонились, обсудили вопрос по поводу счетчика. Я предложила Сергею расстаться в более спокойной обстановке, урегулировать вопрос по поводу счетчика, чтобы не было каких-то обид, недопониманий, скандалов, руганий и всего прочего. Сергей нас понял прекрасно, он сказал, да, конечно, решу я этот вопрос, если, ну, как не досмотрели, значит, ну, я буду решать. Сегодня утром мы приехали в МФЦ, вы уже это увидели, сделали свои дела, подъехал Сергей, отдал нам квитанцию. Он отдал, получается, на Россети Кубань, он оплатил 4 698 рублей тут с копейками, дата 10.07, ну, и время 9.53. Это квитанция за замену счетчика. Еще потом нужно будет оплатить за опломбировку и за работу электрику. Все расходы это он берет на себя, то есть сколько там выйдет, остальное он все доплатит. Это радует, потому что решили вопрос мирно, тихо и спокойно. По поводу воды, тоже отдали документы, дата проверки счетчика стоит 3.07.2021 год. Все здесь также оплачено, все квитанции все отдали. Здесь стоит также печать от 9 июля. Осмотр был и плюс еще потом, когда выдали документ, сведения тут, ну, как на ком зарегистрированы, как вода, в общем, о ком наформлено. Потом квитанция, получается, по свету. Здесь тоже все он оплатил, все квитанции, получается, нам предоставил, как бы долгов также нет. По вывозу мусора там никто не был прописан, естественно, договор не был составлен, долгов никаких нет. Что по поводу выезда? Утром выезд не состоялся. Сергей сказал, что он вообще на этот дом не поедет. Мы ему объяснили ситуацию, что вообще там на данный момент происходит. Он, конечно, ну, как ему неловко, неудобно, но в то же время, как бы он сказал, ну, понимаете, как бы старики, ну, что поделаешь. Им же надо, как бы, чем-то заниматься, вот, ну, как бы, все это, как сказал, барахло, и поэтому, ну, ладно. По поводу вывоза сегодня курей, каких-то вещей перенесли на вечер. Приедет другой сын вечером, поэтому Света сейчас пошла домой, что-то там поделать, пока мы дома, и подождет, ну, когда кто приедет. И уже позвонит нам, если мы не освободимся, ну, раньше туда не приедем, пока не приедут сын с теть Верой. И, значит, ну, как бы мы их уже сами там будем встречать. Нет, так Света позвонит, мы сразу же подъедем. После, наверное, самое, ну, вот по поводу Света, в принципе, я все рассказала. Ну, а теперь самое неприятное. Самое неприятное это по поводу помощи Анастасии. Мы не говорили ни в одном ролике, что да как вообще, ну, как мы рассказали поверхностно, то, что человек обратился, и мы помогли. Во-первых, неважно, как говорится, как вам сказать, в какой бы ни был ситуации человек, но когда он находится с детьми, обязательно нужно помочь. Ну, получается, наша помощь вылилась так, что вчера WhatsApp просто разрывался с дикими ужасными сообщениями. По поводу того, что мы с Анастасией взяли деньги, по поводу того, что наша услуга, это была платная, и мы воспользовались ее ситуацией, то, что вот она приехала с деньгами, и мы тут ринули сразу ей на помощь для того, чтобы себе была выгода. Вот вы всего не знаете. Нас смотрит Анастасия, мама. Вчера я разговаривала с Анастасией, вот, с родителями Анастасии, и с папой, и с мамой. Сама Анастасия смотрит сейчас наш канал. Ни рубля мы не взяли в Анастасии. Абсолютно ни одной копейки. Машины ездят не на воде, мы их сами заправляли, и также заправляли Анатолия. И ему оплачивали, когда приехали, выгрузили Анастасию, мы ему оплатили за то, что он потратил свое время. Анастасия только дала тысячу рублей, которые мы отвезли Татьяне. Это за воду, за газ, за свет. Татьяна взяла, но она тоже, как бы, помощь, помощь, но платить со своего кармана коммунальные платежи, как бы, ну, ей это незачем. В чем нас обвинять? В том, что мы воспользовались этой ситуацией, писали сообщения еще такие смешные, знаете, как, вам не стыдно, мы вас, как, напишем на вас жалобу, что вы пользуетесь слабыми, кто попал в беду, и на них наживаетесь, и вас закроют ваш канал. Вы хоть сами-то понимаете, что вы пишете? Вот я даже ума не приложу, ладно бы, если было бы это один или два человека. Создали группу в WhatsApp, и там больше 30 человек, и началось, я это, конечно, не сразу увидела. Мы не сидим регулярно в телефоне. Я, к сожалению, нашим не могу друзьям ответить, и так же и в WhatsApp, и где-то голосовые сообщения. Ну, не успеваем мы это прочитать, потому что мы не сидим сложа ручки. И здесь просто вот вечером, пока телефон находился на зарядке, уже детки легли, ну, готовились ко сну, уже все легли. Я взяла телефон, у меня волосы дыбом стали, что пишут, что на все социальные сети, там, в Одноклассниках, ВКонтакте, во все разошлют наши вот эти информации о том, что мы обманываем людей, что мы наживаемся на чужом горе. Я не знаю, хейтеры это не хейтеры, обвинить, еще и было такое сообщение, обвинить, я знаю точно, что вы взяли у Анастасии деньги. Откуда вы это знаете, если мы не брали? Пожалуйста, это видео смотрит, ну, увидит и мама Анастасии, и папа, и сама Анастасия. Никто нам ничего не дал, и мы не спрашивали. Человек попал в беду, мы помогли, это не пиар. Наша жизнь, мы делимся с вами, что в нашей жизни происходит. Мы приняли это решение. Понятное дело, что хорошего, много чего не будет, будет и плохого. Я с этим абсолютно согласна, не мы одни такие. Но обвинять так, я не знаю, скажут опять оправдываешься, да зачем? Если я это не скажу, вот сейчас не придам этой огласки, а подумают о том, что это действительно так. Не опровергли эту информацию. Я еще на WhatsApp, в общем, позавчера скинули ссылку «Диванный аналитик». «Диванный аналитик» называется канал, сделал обзор, сколько мы зарабатываем на YouTube. И там пару человек, в комментариях мы зашли, почитали, и пару человек пишут там такую елесть. Боже упаси, никогда бы нам такое в голову не пришло, как у них работает такая фантазия. Поэтому я и говорю, пиара никакого не было, выручение Анастасии. Это было снято видео, я даже их видео не показала, ни как они стояли там с вещами, как мы их грузили. Я ничего, я даже их видео не показала. Хотя, в принципе, могла бы я это сделать, но я понимаю, что они не входят, у них случилась беда, она решится. И все будет хорошо, и все будет нормально. Зачем я буду их лица показывать? Если Анастасия решит поделиться полноценной всей информацией, как все было, предостеречь других, чтобы кто-то не повелся на такие уловки, это только будет ее решение. Если она, ну, захочет, она сделает, она, например, мне позвонит или напишет и скажет, Марин, вот так и так, без ее ведома я этого не буду. Я ее предупредила о том, что видео, ну, потому что нам, если мы не снимем видео, не покажем, где мы были, скажут, как? О, ничего не делают, наверное, там на диване лежат, и потом гадости еще хлеще писать будут. Это наша жизнь, поэтому мы и делимся, как мы проводим в них, куда мы ездим, что мы покупаем. Я, конечно, не все покупки показываю. Хлеб, молоко, которое регулярно покупается, ну, я не показываю. Которые такие более-менее покупки, что объемные, то есть в магазине, там, ну, в магните, фикс-прайсе или что-то где-то, я показываю. И так говорят, вы много кушаете. Вы живете там за счет донатов. За каких счет донатов мы живем? Вы думаете, нам каждый день тут присылают космические деньги? Да, Боже упаси. Мы можем показать вам все эти перечисления, какие были. С нами тоже случилась, когда неприятная ситуация, когда мы попали в нелепую аварию. И люди откликнулись, которые видят с той стороны нас экрана, которых мы не видели, за руку не держались. И они вызвались нам помочь, и мы никого ничего не просили, мы не выставляем ни в одном в прямом эфире донаты, там, помогите нам собрать на то. Да нет, мы потихоньку сами справимся. Мы как-то до этого справлялись, и не хуже мы жили. Мы лучше жили, чем сейчас мы живем. И кто знакомый, вот сейчас они смотрят нас, они знают, о чем я говорю. Мы ездили на курорты разные, и на море мы были, отдыхали, и работали, и не только ездили на другие, и в санаториях мы ездили, отдыхали. Что, на донаты мы ездили? Или за чей-то счет мы ездили? Нет. И машина у нас была лучше, и одна, и вторая, и третья. Я не знаю, как по-другому уже реагировать, я обычный живой человек. Если кому-то интересно, можете, я оставлю ссылку под этим видео в описании. Конечно, немногие досматривают видео до конца, кто-то перелистывает, потом задает вопросы, хотя в некоторых видео мы уже на это отвечали. Оставим ссылку на диванный аналитик про суперсемейку, сколько мы зарабатываем. Мы об этом не скрываем. Я не знаю, ничего вроде бы плохого не сделал. Сколько? А, и еще скриншот прислали, комментарий. По поводу того, что сколько стоят наши услуги, 50 тысяч. Вы где берете такую вообще информацию, откуда вы с такой уверенностью знаете? Мы не риэлторы, мы не агентство, и ни у одного человека ни за какую услугу мы ничего не взяли. Абсолютно. То, что снимали обзоры домов, это кто-то либо просил, либо мы искали для Светы. Многие в комментариях спрашивают, как у Светы с домом дела, когда мы про Свету не выпускали. Вот вы корону на голову одели, вы зазнались, вы там зазвездились и еще что-нибудь. Начали показывать, как у Светы продвигаются дела по дому. Опять плохо. Я даже, я просто вот, самое большее всего, это когда целенаправленно обвиняют человеку. Вот человеку говорю, человека целенаправленно обвиняют. Такое ощущение, что он живет с нами через стенку, либо спит с нами в одной кровати. И он все знает. А потом пишут такие вот истории, что мы, как там в комментариях у диванного аналитика, ну и если очень интересно, можете зайти почитать, что мы там такие вот, что то у нас то сломалось, то у нас это сломалось. Да, это жизнь мы вам показываем. Но не просим, пришлите нам, пожалуйста. Всем желаю отличного настроения, всего самого наилучшего. Не судите и не мерьте все деньгами. Дело не в деньгах. Деньги это бумажка. Они сегодня есть, завтра их нету. А если все мерится деньгами, знаете, хочется иногда так вот, прямо же, ну, наверное, я сейчас это скажу. Вот живет человек, у него все идеально, прекрасно. У него все абсолютно есть. Он задирает нос, делит людей как по сортам, можно так сказать. Там первого, второго, третьего, высшего класса. А потом в одно прекрасное мгновение что-то раз в жизни происходит, и все. Потом друзья отворачиваются, потому что с тебя нечего взять. Или что-то в жизни происходит, не дай бог, еще похлеще. И никому не нужен, и никто не придет тебя попроведывать, постепенно забывают. И никто не придет тебе на помощь. И потом только человек начинает думать, вот, так прежде чем так думать, нужно оставаться человеком. Если кто-то попал в беду, нужно помочь. Вот я вот прямо скажу, пьянице, вот, самому настоящему пьянице, я никогда не помогу. Иди и зарабатывай. Идите и зарабатывайте. Хоть на бутылку, хоть на булку хлеба. А не так, дайте 50 рублей. Пойдет, купит этот стакан, выпьет, и все, и жизнь прекрасна. А кто-то эти 50 рублей также зарабатывает. Всем отличного настроения. Это не для всех. Это видео было не для всех. А для тех, кто думает, что все можно мерить деньгами и плохо говорить того, чего не знаю. Остальным я желаю всего самого наилучшего. Вы самые лучшие. Спасибо вам большое за поддержку. Всего вам самого наилучшего. Крепкого здоровья. Мы с вами увидимся уже в следующем видео. До новых встреч. Пока-пока.